Здравствуйте, уважаемые слушатели! В рамках нашей сегодняшней встречи мы проанализируем творчество Ричарда Рорти. Ричард Маккей Рорти – американский философ, один из наиболее влиятельных современных представителей поздней аналитической традиции философии, а также профессор философии в Пристонском университете, профессор гуманитарных наук в Университете Вирджинии и профессор сравнительной литературы в Стэнфордском университете в разные периоды своей жизни. Среди его наиболее влиятельных книг «Философия и зеркало природы», вышедшие в 1979 году, «Последствия прагматизма» 1982 год и «Случайность, ирония и солидарность» 1989 год. Ричард Рорти является одним из самых влиятельных ныне живущих американских интеллектуалов. По сей день он преподает в Университете Вирджинии, где пользуется огромным успехом как лектор и преподаватель. Когда мы ведем речь о прагматизме философии Ричарда Рорти, следует понимать, что он использует метод прагматизма в очень специфических целях и очень своеобразным способом. Рорти, в отличие, скажем, от Дьюи, вовсе не интересует возможность реального преобразования текущих социальных процессов. Рорти по преимуществу теоретик, и он обращается к методологии прагматизма единственной для того, чтобы произвести критическую ревизию предыдущей философской традиции. Проще говоря, Рорти прагматик лишь относительно истории философии. Полем применения его прагматизма являются концепции и теории других авторов. Надо заметить, что в своих исследованиях чужих теорий Рорти настроен весьма и весьма критично. Прежде всего, он оспаривает претензию к классической философии быть законодательным ядром культуры и цивилизации, полагая, что философия, наряду с литературой, наукой и политикой, представляет собой всего лишь разновидность дискурса. Философия, с точки зрения Рорти, не обладает никаким привилегированным доступом к истине. Она есть не более чем особый язык описания реальности, служащий удовлетворению наших познавательных потребностей. Истинность знаний философии ничуть не превосходит истинность знаний других наук, традиционно считавшихся второстепенными и находившихся в подчиненном положении относительной философии, таких как история, этнография, филология. Рорти вообще полагает, что научный дискурс не является более приближенным к истинному положению вещей, чем ненаучный. По его мнению, даже художественная литература может выступать в качестве релевантного инструмента познания. Таким образом, в главном Рорти наследует основной идеей прагматизма, согласно которой истины с большой буквы не существует, есть только изменяемая нашей практикой подвижная конструируемая реальность, по отношению к которой любые виды знания являются лишь инструментами. В научной среде за Рорти закрепилась слава бунтаря и неспровергателя, потому что революционность критики Рорти, направленная против всей существующей философской традиции, не оставляет никакого сомнения. Рорти не предлагает новый вариант объяснения мира, он отрицает сам смысл необходимости какого-либо объяснения, утверждая, что все описательные системы есть не более чем рабочие модели, не имеющие права на статус объективной, общезначимой истины. Критикуя традицию западноевропейской философии, идущую со времен Платона через Декарта и Канта к современному неопозитивизму, Рорти больше всего выступает против функции универсализации концептуальных оснований философии. Стремление классических философов найти или заложить некие первопринципы, служащие незыблемым основанием для реальности и удостоверяющие наше познание ее, по Рорти есть глубочайшая и непростительная ошибка. Вечные идеи Платона, врожденные идеи Декарта, априорные трансцендентальные категории Канта – все это, если верить Рорти, не более чем фикция, субъективные измышления, которые их авторы пытались выдать за действительное положение дел. Свою критику Рорти распространяет и на современную философию, видя в попытках постклассических философов желание лишь содержательно заменить основные теоретические установки философии, в то время как надо менять саму форму. Эмпирики ничуть более неправы, чем идеалисты, считает Рорти. Последние полагают, что нашему познанию предшествует некая самостоятельная трансцендентная реальность. Первые полагают почти то же самое, разница только в том, что эмпирики не считают эту первореальность идеальной, но с точки зрения эпистемологии в этом нет никакой принципиальной разницы. Даже лингвистические философы, отказавшись от идеи существования объективной реальности и сосредоточившиеся исключительно на анализе структурных свойств нашего языка, в конце концов, антологизировали его сущность, превратив и язык тем самым в метафизическую предпосылку нашего познания. Радикализм философской позиции Рорти поистине обескураживает. Он предлагает вообще отказаться от какого-либо фундамента, обосновывающего наше познание. Рорти настаивает, что в реальности такого просто не существует. Мы сами проектируем те или иные основания, они суть инструментальной установки нашего разума. Именно этого не понимала вся классическая философия, представлявшая все дело так, как будто ее главная задача состояла лишь в точной репрезентации бытия. По меткому выражению Рорти, классическая философия самополагала себя зеркалом природы. Но познание вовсе не есть отражение или созерцание. Познание по Рорти есть взаимодействие с реальностью, причем с реальностью не природной, а социокультурной, потому что даже понятие природа в сущности является социокультурным конструктом. Исходя из той радикальной прагматической установки в отношении познания Рорти, в противовес корреспондентской теории Аристотеля формулирует свою когерентную теорию истины. Эта теория гласит, что истина есть согласованность идеи с конкретным практическим контекстом, условия которого задаются исторической ситуацией, жизненными обстоятельствами и прочими факторами. Критерием того, что идея действительно согласована с контекстом, является ее работоспособность. Получается, что истина все то, что эффективно. Это принципиальный пункт философии Рорти. Истина не находится, не открывается, а вырабатывается совместными, согласованными усилиями людей. Философия Рорти по своим параметрам идеально вписывается в парадигму постпозитивистской науки. Другое дело, что Рорти не ограничивается чисто методологической проблематикой и подвергает анализу широкий пласт социальных и культурных явлений. Так он расширяет понятие научного сообщества, придуманного Куном, и формулирует собственный концепт комьюнити. Под комьюнити Рорти понимает общество, взятое в его языковом аспекте, а точнее в аспекте его коммуникации. Согласно Рорти, общество есть языковое сообщество, объединение, связь которого обеспечивает единство языка. Более того, Рорти считает, что помимо языковой и социальной реальности не существует никакой другой. Не существует не в субстанционалистском смысле, а в сугубо прагматистском. Любой человек, будь то выдающийся ученый или рядовой служащий, всегда оказывается ограничен тем социальным контекстом, в котором он принимает участие. Человеку в принципе недоступна позиция, которую Спиноза называл с точки зрения вечности. Из этого Рорти делает вывод, что обоснование знания не есть вопрос об особом отношении между идеями или словами и объектами, но исключительно дело разговора, социальной практики. Философию Рорти отличает крайний плюрализм и закономерно вытекающий из него релятивизм. Отрицая наличие универсальных оснований, Рорти также считает невозможным создание единой политической практики, поскольку люди, осуществляющие эту практику, являются субъектами, ангажированными спецификой своей культуры, истории, экономической ситуации и так далее. Рорти открыто называет свои подходы этноцентристскими, полагая, что никакие объективности не заставят людей отказаться от национальных, самобытно-культурных, персонально-исторических идентификаций. Поэтому основанием политической практики может быть только консенсус, достигаемый процессуально. Свои идеи о характере социального и политического устройства мировых сообществ Рорти экстраполирует на историю в целом. На его взгляд, концепция телеологизма столь же ошибочна, как и концепция универсальной истины. У истории нет никакой единой цели, которой она бы двигалась, утверждает Рорти. Да и самой истории в принципе нет. Есть просто неупорядоченный поток событий, порождаемый практикой различных сообществ, которые просто письменно фиксируются, а потом исследователи придают этому некое концептуальное оформление. Вывод Рорти однозначен. История творится людьми. Каждое новое поколение утверждает собственные ценности и намечает свои цели. История при этом сохраняется только как переосмысление ценности и целей предыдущего поколения. Для обозначения своего антифундаменталистского исторического подхода Рорти использует термин «редескрипция», который переводится как «переописание». Рорти имеет в виду, что актуальное поколение переписывает социокультурный словарь прошлого. Сам же словарь, по мнению Рорти, составляет творческое меньшинство, ибо оно вырабатывает концептуальные образы и продуктивные метафоры, с помощью которых общество осмысляет себя в потоке истории. Социальный идеал для Рорти воплощает модель либерально-демократического общества. Склонный понимать социальные процессы и отношения в духе витгенштейновских языковых игр, Рорти считает, что в этих играх недопустим доминирующий дискурс, каковым зачастую является идеология, особенно тоталитарная. Поле культуры и социума по Рорти должно конструироваться как соперничающее общение разных жанров – философии, искусства, науки. При этом ни один из жанров не должен ни побеждать, ни стремиться к победе. Смысл этого соперничества заключается исключительно в дружелюбном азарте. Либерально-демократическое общество представляет оптимальную площадку для реализации такой практики. Не допуская стандартизации, подобное общество сможет обеспечивать равноправный диалог, полилог различных культурно-исторических традиций. Роль современной философии Рорти видел в осуществлении функции посредника во взаимодействии различных дискурсов. «Философия – это голос в разговоре человечества», – утверждает Рорти. «Голос, призванный поддерживать этот разговор, подогревая его интерес неожиданными высказываниями, остроумными репликами, провокативной критикой». Рорти считает, что единственная задача современного философа – разыгрывать словарь одного дискурса против словаря другого дискурса. Как отмечает сам Рорти, герминевтика – это все, что остается от философии, высвободившейся из эпистемологических пут. Оригинальность философских идей Рорти состоит в том, что они отрицают какую-либо предзаданность человеческого существования. Мироздание, которое рисует Рорти, – это рискованное, ничем не гарантированное и ничем не оправданное поле возможностей, разыгрываемых в рамках самодостаточных языковых игр. Вот почему категория случайности столь значима для философии Рорти. Случайность, с одной стороны, дискредитирует стабильность бытия, но, с другой стороны, она открывает креативный потенциал множественности возможных смыслов, продуцируемых неограниченными никакой метафизической казуальностью людьми. Вполне естественно, что радикальные взгляды Рорти не признаются многими представителями современного интеллектуального сообщества. Но именно бескомпромиссная критика и принципиальная новизна его работ вызывают у мировой образованной аудитории широкий читательский успех. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok